Отведать меда, купить изделия ручной работы, а для самых любознательных попробовать своими руками смастерить что-нибудь из глины сегодня мог каждый желающий. На улице Советской раскинулась 13-я выставка ярмарка Казюки, которая уже стала традиционной для жителей города над Неманом. 4 марта считается днем Святого Казимира, покровителя мастеров и ремесленников. Именно в этот день на территории Великого Княжества Литовского проходили первые весенние ярмарки Кермаши. Эту традицию до сих пор поддерживают народные мастера из стран Литвы, Польши и Беларуси. Казюки пользуются огромным успехом, потому что приезжают к нам со всей Беларуси и приезжают не единичные мастера-ремесленники, а из дома ремесел. Получается, что сегодня у нас порядка 90 мастеров из Гродно, городинский колорит, плюс приезжие мастера из Украины, Польши и всей Беларуси. Абсолютно все изделия, представленные на ярмарке, выполнены руками умельцев. Тут можно найти тряпичные куклы в белорусских национальных нарядах, винные деревянные бочки и цветочные композиции с конфет. Приобрести уникальные изделия из кожи, соломы или керамики мог каждый желающий. Мастер Народного объединения «Харадзенский колорит» Сергей Чуков представляет свои работы на ярмарке Казюки уже не первый год. Занимаюсь керамикой, делаю свои разные такие талисманы. Мне нравится. Профессиональный скульптор. Работал на Украине, сам в Сибири. Живу здесь, в Гродно. Праздник великолепный, красиво очень. Очень много мастеров, очень колоритные такие работы, интересные. На традиционном празднике выступили творческие коллективы не только из Беларуси. Поддержать торжественную атмосферу также приехала ансамбль литовской музыки «Рута». Диана Шитик, Юрий Дубовик, Новости Гродно+.